всем привет собрались с романом сейчас есть бабушке отвезти мяско и вчера саш не зовешь сегодня хотели а мы сегодня промотались с давидом по делам с утра где мы только не были сейчас приехали и дверь сзади закрой молодец садись буквально на пару минут бабушки забежим отдадим мясо и назад прием что уже пора обедать у меня еще ничего не готова давид профукал свой телефон iphone новенький который моему подарили на день рождения прошел всего месяц после того как он начал им пользоваться в общем ездили ездили последнее местоположение в общем он у него сел вчера или отключили его или в общем не знаю где он расстроен и мы тоже главное сумочку нашли ключ сумочки были я сказала ключи наушники портмоне денег правда там было совсем чуть-чуть а усва из power bank ну и все все в общем на месте кроме телефона соответственно я не знаю то ли он его выронил то ли то ли что не знаю в общем этот эту сумочку нашел дедушка выкинули видимо ее или чего я не знаю как как получилось что у нее профукал дедушка доктор нашел нашел мы к нему в общем мы поехали сначала искали по по гео локации где находится телефон давида не нашли потом поехали в полицай бадэмс это было в насау бадэмс мы хотели заявить что вдруг кто-то нашел и что ей мы только зашли и давид говорит я вчера сумочку потерял и говорит давид бурный там-то там-то доктор такой-то нашел вашу сумочку езжайте мы поехали туда приезжаем он сумочку отдал говорит но телефона там нету в общем все на месте телефона нету этому доктору 20 евро дала но даю говорю спасибо то что вы сообщили что нашли и он не надо мне ничего такое понятно доктора чего у них денег денег хватает но все равно я так думаю ну просто спасибо хотя бы сказать и этот не взял он горит я вот тут нашел вот тут парк рядом пойдемте посмотрим может телефон это какой телефон я бурой фону то есть он это хорошо говорит можно найти я куда может все смотрели пойдемте я покажу где нашел сумочку под деревом вот так выкинули видимо пошерстили и выкинули этот я не знаю почему все остальное не взяли там пола бы это снова и хороший крутой кем-то по дорогой наушники хорошие ну в принципе можно было взять но и в общем давид расстроена сумку нашли а телефона нет сейчас едем бабушки мясо все отвезли бабушки мясо она нам тут роликов напекла пышки такие ролики или как они там называются у нас мы пышки называли кто ролики называет вкуснятий вкуснятий хотела нас полно пойти гуне по поедем но она нам с собой положилась саж проснется чай попьем с роликами вот так вот все едем домой всем привет решила рассказать чем занимались мы вчера я вчера в общем мы как съездили к бабушке отвезли мясо больше я вам принципе ничего не снимала но у меня вчера такой день был какой-то сможет сумматошный непонятный мы вчера еще потом вечером поехали все таки в полицай к нам сюда здесь в лайнштайне написали заявление но то что телефон потеряли рассказали все как было и но не то что мы там заявление написали что у нас украли или еще что-то мы просто написали но вдруг кто-то объявится вдруг кто-то найдет и ну чтобы знали что это наш телефон взяли с собой коробочку счет все в общем ну и написали мы потом приехали домой я там занималась наверху ванной белье переглаживала опять перекладывала перестирывал и всякое такое в общем занималась домашними делами потом да видите здесь с ромой уроки делал первый раз за все время это было так смешно наблюдать но я вам там чуть-чуть засняла оставлю вам здесь как они там уроки делали потом сегодня вот в принципе ничем не занимались давид только единственное позвонил в бюро находок нам женщина вчера подсказала там одна в парке в этом когда мы телефон искали с дедушкой она говорит вы что-то потеряли я говорю да телефон она говорит вы знаете у нас здесь на на сау есть бюро находок говорит я в тот раз портмоны потеряла и говорит ключи от дома и у меня были там деньги большая сумма и говорит все нашли отдали говорит они копейки даже не взяли так что говорит я вам посоветовала бы туда обратиться говорит обратитесь может быть кто-то найдет тем более у нас телефон давида запаролен пароль и там еще один в общем как-то там двойной пароль что не знаю в общем не знаю точно как он там сделал но как бы один пароль точно есть и у меня еще плюс есть этот локатор вот этот вот из называется по-моему и я вижу где находится этот телефон но телефон отключен последнее местонахождение у меня есть а дальше уже нету но кто разбирается подскажите вот можно найти вот так телефон а когда он отключены что последнее местоположение у меня есть но там его нет на этом местоположении если его включат вдруг выкинут сим-карту он у меня засветится кто кто знает подскажите пожалуйста напишите в комментариях ну вот вчера когда написали заявление рассказали все поэтому ли отдали в полицию но посоветовал нам сегодня позвонить но мы рассказали что беру находок вот это есть туда позвоним он как хорошо потом если вдруг объявится сообщите нам сразу если вы отслеживаете тоже по своему телефону вдруг подключится и всякое такое что сразу сообщите нам и но и в кроссер вальтингер тоже сообщите позвоните спросите может быть кто-то туда занес но это как как это называется я не знаю не знаю как по-русски кроссера ну в общем где этот все документы оформляют и этот и этот 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 давид позвонил по они взяли трубку записали все данные вот беру находок ну сказали два дня было выходной было закрыто поэтому никто пока что ничего не приносил если вдруг принесут как будем знать на этот телефон перезвонит ну на мой вот так вот такие вот дела я еще хотела вам сделать вернее вы просили отзывы на продукты из тема который вот последний раз с китайского сайта я заказывала чем я успела попользоваться я сейчас вам расскажу что что понравилось что не понравилось вот эти вот как патчи не патчи вот этот нанос который вот эти черные точки убирает сделала сразу давиду одну сделали надо в общем на мокрое лицо ее приклеиваешь потом резко ших от отдираешь ну какое-то время чтобы она подсохла немножко отдираешь ее и на ней остаются вот эти поры чистятся в общем сделал давиду сначала хотела сделать он говорит ты что это для женщин я говорю ты чё говорю это ну вот поры чистить говорю ничего страшного я говорю вот эти твои черные точечки вот тут на носу говорю они почистят давай сделать ну кое-как он согласился сделали одного давай еще одну сделай я ему когда показал на это черное что там вот есть реальный эффект конечно не всю чистится не так хорошо как хотелось бы но видно что на ней что кое-какие эти повытаскивались да так что она работает но мы потом ему еще одну сделали а вторую он уже сам отрывал я не видела много немного в общем вот так вот так что эта штука работает патчи вот эти на нос очистить поры потом сегодня я вот сейчас с ванной собственно почему я такая вся красная в ванной лежала сделала первый раз маску вот эту маленькую я вам тут фотографию вставлю сделала я скажу она работает но не настолько работает как заявлял производитель да что они там прям ух такой эффект такой вот я скажу что если у тебя волос не поврежденный туда он прям хорошо вот тут вот сверху меня прям хорошо был а вот нижние вот эти вот я тут подкручивала конечно феном там подсушила не настолько хорошо но есть эффект неплохой эффект но не такой как они заявляют в общем вторую бутылочку я еще не пробовала потом попробовала вот эту вот штуку для зубов которая отбеливает зубы оказывала не знаю есть эффект нет но мне кажется немножко как будто побелее стали потом у меня еще кто-то из девчонок спрашивал как как ей пользоваться как я пользуюсь я делаю один раз в день я сделала вот получается сегодня третий день только с утра вечером я просто зубы чищу утром почистила обычной своей зубной пастой зубы и потом сверху сделал ну когда уже почистила полоснул рот все извините за подробности но просто просили рассказать и потом на эту на свою же щетку выдавливаю один этот так один раз и прохожусь вот здесь вот прошлась сполоснул рот и все ну как бы мне кажется не наште какого-то хавилей стали открыть мне кажется немножко есть эффект кто-то мне написал настя я бы не злоупотреблял этим неизвестно из чего она там химикат не химикат из чего он там сделан но это я так баловства ради да я не то что там прямо буду увлекаться этим я просто протестировать немножко там попробовать или никому из детей и мужа я тоже это не буду давать давид у меня сразу сказал мне и горсть китай сказать мне и такой не буду пробовать я говорю ну не надо в общем что еще попробовали сейчас я что же я там а карандаш попробовала карандаш в принципе неплохой но как и карандаш это не подводка в общем он размазывается растирается расходится на глазу на он не держит так как как подводка вот этот серый карандаш потом что еще что еще я попробовала что у меня там еще было а потом приклеивала вот эти штуки найти от этих вот эти вот висюлочки вот это вот все пластырьки вот эти тапсы тоже или как их назвать в общем лекопластырьки не держит они плохо очень держится чуть-чуть там держится если по них прям так приклеивались хорошо прям плотно приклеивались тогда был бы может быть и эффект другой но так они практически сразу все просто отлетели вообще вообще никакого эффекта я не попробую не почувствовала может быть попробую еще потому что там около 120 штук по моему и было попробую еще сделать но первый раз не впечатлили с первого раза не впечатлили да остальное больше я ничего не пробовала никакие вот эти а чехол чехол до давиду чехол вот этот вот который с белым был вот зарядкой подошел он его попробовал все идеально замечательно заряжал телефон и также он потерялся вместе с этим телефоном в общем чехла нет но чехол хороший края все закрывает все все идеальненько все хорошо второй второй чехол который черный был он он его даже не мерил потому что получается так что где камера у него защита стоит на камере ему нужно эту защиту оторвать и потом одеть этот чехол потому что он полностью закрывает камеру уже есть защита на камеру даже поэтому он сказал мне вот это сразу не надо пока что пусть он лежит или его отправь назад но я его оставила но и этот он померил он хороший был к сожалению все что еще что еще а вот эти вот на часике которые аир так вот эти браслетик был ромка как ни странно я думала он будет валяться нет он их надел и ходил в общем два дня он с этими с этим браслетом с аир таком ходил с удовольствием ему понравилось что он такой довольный потом еще вот эти вот две на булавочках для аир так а тоже я и в общем в одну вставила и в рюкзак прицепила и в школу я ему не одеваю просто в рюкзак положил вот так вот так что все все что я попробовала больше ей пока что ничего не пробовала дальше если что-то буду пробовать будут какие-то положительные отрицательные отзывы я обязательно с вами поделюсь сейчас хочу сделать пельмени достала уже фарш фарш у меня разморозился практически разморозился сейчас быстренько поставлю в миксере машине как как сказать ну вот поставлю тесто замешиваться тесто сделаю яйца вода соль чуть-чуть подсолнечного масла и мука замешаю и будем лепить с вами пельмешки приступим к пельменям может сашей попили чай я вернее сначала заместила тесто потому саша попили чай и сейчас я вот подготавливаю фарш вот оно тесто как я и сказал я не все замешивая чуть-чуть замесила промесила в миксером а потом уже вручную тут на столе помяла где-то полчасика она у меня стоит я вам как и сказала да все все тоже все то самое закинула в тесто что его он перечислила яйца вода масло соль и мука все больше там ничего нет это я попыталась на ней тесто вымесить нет не получилось тут мокрый фарш был фарш закинула закинула фокусируется нет в чашку весь разморозился так очень удобно когда такими пластинками замораживаешь быстро размораживается так здесь соль перец и лук молотый все больше ничего я сюда не добавляла сейчас это все перимасюкаем перемещу каю и будем с вами пытаться лепить пельмени ну что фарш готов перемещу калай вот он целая чашка беру вот такие вот у меня есть подносики листочки разносики как их назвать в общем пластиковые вот такие вот подносы попала их и в икее уже давно раньше они по ойрочки 1 евро стоили сейчас они стоят дороже в них я обычно делаю когда пельмени манты мареники в общем я замораживаю в них даже когда но выпечка какая-то тоже я могу на них ложить в общем такие подносики удобно очень в морозилку ставить морозил поставил заморозились потом как они замерзли я их чик-чик-чик сняла в пакетик и убрала морозилку следующую его так вот у меня таких по моему четыре штуки я уже одну жгун вымазюкалась мукой на всякий случай чтобы не поприлипали два листа у меня таких будет пока что если нужно будет я еще достану ну я сейчас сделаю для нас да чтоб пообедать если будет больше что заморожу место в принципе там у меня еще есть как я боялась что мясо будет много и не но не влезет все а потом саша говорю слушай надо было еще 10 килограмм взять у меня там еще одна пустая ну такая не пустая полупустая так что нормально все если пельменьки на морозе надо будет найду место куда поставить сейчас беру каталочку скалочку нож чтоб резать тесто ложечку или вилочку что удобнее будет мясо брать возьму и то и то ну и все в принципе начнем катать пельменики вернее катать тесто и делать пельмени я уже вся в муке опять же но ничего сейчас вытащу тесто немножко его промну он у меня около часика я уже говорил пролежала отлежалась посмотрим как получилось вроде как неплохое так вот так ну ка муха откуда ты взялась прилетела отрежу так и шнука отсюда саша позвонились убьет муха сейчас нервы выносить кстати насчет вот видите видите муха летает насчет этого этой штучки вот той штучки которая в розетке вот там поправлю вас комары так не пусть не укусили ни разу не рому не давида не меня не сашу так что значит насчет комаров она работает муха сами видели только что летала сейчас вот так муха сами видели только что летала вся остальная живность вроде как на месте единственное кому комаров не наблюдаем так так что насчет комаров рекомендуем вот эти вот в розеточку штучки так что нас пока что не кусает все тесто сейчас я вот раскатываю вот такую вот сначала колбаску делаю сейчас я ее так немножечко растяну а потом буду раскатывать и потом резать я не делаю как многие делают что знаете сначала раскатают потом вырезают стаканом и потом делать пельменьки я так как-то пару раз пробовала но что-то мне кажется это долго мне привычнее вот колбаску разрезал потом из этих штук цок-цок муки а потом раскатала и пельмешку лепишь вот так вот мне подручнее так что будем делать вот так как как удобно как подручно пельмени у меня сильно маленькие не получается я не профессионал делаю это редко в общем какие получаются такие получаются главное домашний вкус и форма принципе не важно главное что вкусненько было важно конечно когда красиво да кто может красивый у меня это не получается красиво делать поэтому как получается так получается так и любит главное вкуснее чтобы ну и все приступаем клепки опять мог прилетела слушайте вот такие пельмешки у меня получается ладно буду лепить как налеплю подключусь покажу вам сколько чего у меня получилось ну что я уже вся муки не обращайте внимание один подносик доделал ну где-то у меня минут двадцать двадцать пять может ушло на это все вот один подносик с моими пельменьками вот и приступаю к следующему это сейчас отправлю в морозилку пока пускай там если надо будет то сварим потому что мы сейчас еще варить не будем когда ромку заберем тогда будем все вместе обедать все еще один у меня туда подносик видите полный так но еще я не прекращаю делать еще буду доделывать пока тесто есть фарша еще много буду доделывать сейчас пришел сын со школы и говорит нам никто не так то что пришел сын со школы и говорит вам никто не звонил я говорю нет он как поехали в эту где в общем продают вот это все это технику я говорю почему ему кто-то в общем рассказал говорит что они могут найти по коду от телефона вот этому что у каждого телефона есть же персональный код они от него могут отследить где он находится в общем не знаю насколько это вероятно что телефон отключенный могут найти но в общем сейчас он пошел в душ сейчас я переоденусь в душ схожу потом поедем он так что поедем с ним съесть и посмотрим кто его знает вдруг вдруг повезет жалко конечно телефончик чё только он месяц им попользовался и вот такая вот история мы будем надеяться не будем опускать руки может найдется съездим вот так вот в коблин с ним сейчас пока до ромкиного этого пока что ромку не надо забирать еще у нас есть время пару часов поэтому либо ровно два часа есть так что вот такие вот у нас планы или я уже этот одно сделала может быть я его сейчас накрою поставлю в холодильник потому что мне морозилки пока пока места нет потом мы прием и буду уже варить пельмени я думаю ничего с ними не будет если я их пленкой сверху вот так прикрою и в холодильник просто вот так вот ну все она это мы с вами уже на сегодня попрощаемся увидимся завтра в следующем видео всем пока пока в следующем видео